Дело житейское Сегодня я расскажу о злоключениях, связанных с неудачной туристической поездкой. Долгожданный отпуск. Что может быть прекрасней? Этого события ждешь целый год. И если свой законный отдых можно провести на берегу моря, в теплой стране, это ли несчастье? Вот с такими примерно мыслями я и отправился в первое попавшееся турагентство. К моим услугам оказались все страны мира. Выбирай любую. За невысокую цену можно было поселиться в комфортабельном пятизвездочном отеле в двух минутах ходьбы от моря с огромными бассейнами, роскошными ресторанами и талантливыми анимационными программами. Мы ударили по рукам, подписали договор и уже через неделю я отправился в путешествие. К сожалению, отдых был испорчен. Все оказалось совсем не так, как обещала милая девушка-турагент. И отель не соответствовал своей звездности, и номер с видом на помойку, и бассейнов не было, ну и в ресторане можно было питаться только с риском для жизни. Что в такой ситуации должен делать незадачливый турист? Если вы целиком доверились продавцу путевок и обманулись, то действовать необходимо решительно в первые же часы пребывания на отдыхе. Если вдруг вы сталкиваетесь с тем, что в какой-то момент вы начинаете получать не ту услугу, за которую платили, или не получать вообще никакую услугу, то первое, что необходимо сделать, это связаться с туроператором, потому что он, например, может не знать о происходящем. Надо дать возможность туроператору исправить ситуацию для того, чтобы восстановить статус-кво. Если же этого не происходит, то требовать либо переселить вас в аналогичную, или, как я повторяю, даже в лучшую гостиницу. Если, вот надо понимать, опять-таки, такую психологию, когда вас обещают завтра или послезавтра обязательно переселить в тот самый номер, то подумайте о своем завтрашнем состоянии, о разобранных вещах. Это достаточно частая уловка. Вы соглашаетесь, а на завтра, на послезавтра вам очень лень уже переезжать, и так и продолжаете жить там, где жили, и вроде претензий уже не предъявить, некому сами согласились. Находясь на отдыхе, понятное дело, мы все спешим скорее запечатлеть себя на пляже, в море, у бассейна или на каких-либо знаменитых развалинах. Но в нашем случае используйте фотоаппарат в других целях. Обязательно зафиксируйте все, что вам не понравилось. Вид из окна, состояние вашего номера, можно переснять план эвакуации, где видно расположение вашей комнаты внутри гостиницы. Можно взять рекламный проспект отеля, в котором нет бассейна или пляжа, а вам их обещали. Обязательно возьмите справку или информационное письмо из отеля, где должны быть указаны все предоставляемые услуги. А если полный перечень документов вам не дадут, всегда можно составить акт с русскоговорящими туристами-свидетелями, ну или воспользоваться услугами гида. И обязательно, покидая отель, не забудьте взять счет. Ну а дальше по прибытии домой вы решайте, куда пойдете с претензиями. К турагенту, туроператору или в страховую компанию. Кстати, а куда все-таки лучше? К страховой компании можно обратиться и в досудебном порядке, точно так же, как к туроператору. Если вы получаете деньги со страховой компанией, то для туроператора это становится большой проблемой. Перед тем, как покупать тур, надо обязательно проверить на сайте Ростуризма, обладает ли туроператор, который вам осуществляет услугу этой финансовой гарантией, если он в едином федеральном реестре. Так вот, если страховая компания платит, и в результате этого размер финансовой гарантии опускается ниже минимального предела, то у туроператора начинаются очень большие проблемы. Вернувшись из неудачной турпоездки и твердо решив искать правду, можно сразу обратиться в общество защиты прав потребителей. Уж где-где, а там точно помогут и подскажут дальнейшие шаги, и грамотно сформулируют ваши претензии. Что касается звездности, такого критерия в нашем законе нет. Вообще критерий звездности – это несколько умозрительный такой момент. Количество звезд присваивается не каким-то государственным органам, в том числе и иностранным отелям, а общественными структурами. Поэтому само по себе отличие пятизвездочного от трехзвездочного отеля – это не критерий качества. И здесь нужно говорить о тех критериях, которые были действительно вам обещаны. Трех-пятиразовое питание, пляж, условия проживания в номере и тех критериях, которые действительно оказались фактическими. Для туриста принципиально важно сформулировать все претензии письменно, потребовать возместить в денежном выражении все недооказанные услуги или оказанные некачественно, оценить нанесенный моральный вред и вручить все это своему турагенту или напрямую туроператору, если он находится в вашем городе. По закону в равной степени, абсолютно в равной степени отвечает турагент и туроператор. Туроператор отвечает за действия всех лиц, которые оказывают услуги под его маркой. Это и турагент, и принимающая сторона, и различные структуры в иностранном государстве, которые оказывают услуги от имени туроператора. Турагент также отвечает за весь комплекс предоставленных услуг вне зависимости от того, кем именно они оказываются. Поэтому наиболее правильным было бы вести переписку одновременно с турагентом и туроператором и в случае судебного процесса привлекать этих лиц с ответчиками. Предъявить претензии вы можете в течение 20 дней с момента возвращения. Если вам откажут вернуть деньги в досудебном порядке, в течение 10 дней остается обращаться в суд. Вы можете обращаться в суд с требованиями о том, чтобы вам возместили ущерб, возвратили стоимость поездки, поскольку вам не оказали тех услуг, или вам их вообще там не оказали. И, значит, по истечению суд рассматривает данные исковые требования в двухмесячный срок. А какие еще наказания предусмотрены для недобросовестных представителей турбизнеса? Закон о защите прав потребителей предусматривает взыскание неустойки. Если вы обратились с требованиями в течение 10 дней и, значит, предложили им в добровольном порядке возместить вам те или иные расходы, если вы по истечению 10 дней не удовлетворили ваши требования, и суд признает эти требования законными, то в данном случае предусматривается взыскание неустойки в размере 3% от суммы определенных услуг. Это уже решает суд. Кроме того, предусмотрено еще по закону о защите прав потребителя взыскание штрафа. При установлении нарушения прав потребителя взыскивается штраф в размере 50%. Ну что ж, давайте подведем итоги. Первое. Покупайте путевки у знакомых и дружественных турагентов, а лучше выбирайте крупных туроператоров. Второе. Проверяйте слова турагента с помощью подручных интернет-средств. Все могут ошибаться. Третье. На отдыхе не паникуйте. Постарайтесь решить возникшее недоразумение мирным путем или небольшими капиталовложениями. Четвертое. Если все же решить проблему не удалось, необходимо зафиксировать все нарушения и по возвращении в течение 20 дней обратиться с претензией в турагентство или напрямую к оператору. Пятое. Если вам не возместят ущерб в течение 10 дней, обращайтесь в суд. Кстати, перед поездкой все-таки не забудьте застраховаться. И помните, что отдыхать тоже нужно с умом. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok